Если они будут мужчины, разделившие одного мальчика, кто? Они после этого будут... Я вас приветствую, друзья! А что это у нас там за чувак бьется в пассиве по ту сторону камеры? Саня, дай голос! Ты живой там еще? Живой, живой. Вопросы есть у тебя к доктору? Да, у меня есть вопрос, очень меня интересующий. Есть такое понятие траходром. Это мифа реальность, то есть влияет ли как-то... Место, на котором занимаешься сексом, на самсекс? Ну, а есть такое понятие, как плохому танцуру яйца мешают, слышал? Вот это примерно как и траходром, типа, а чего ты сексом не занимаешься? А траходрома у меня нет! А это что? А это диван, я на нем лежу и телевизор с пульта переключаю. А это что? А это кровать, я на ней сплю, обнявшись в подушку. А это у тебя что? А это у меня там еще какой-нибудь топчат. А траходром у тебя где? Ой, это покупать надо, деньги брать в кредит сначала, заработать, повысить должность и второе образование для этого получить. Ну, прямо некогда сексом заниматься. Вот это вот что такое траходром? На самом деле, где упал, там и траходром. И будет тебе счастье. Еще вопросы? Так, а вот, очень животрепещущий вопрос. Секс втроем. Ага. Это вот способ угробить жизнь свою окончательно? Ага. Или разнообразить сексуальную жизнь? Ну, я думаю, что разнообразить. А почему угробить-то? Почему такие психистические настроения? Нет, вот с девушкой говоришь, вот знаешь, хочу разнообразить нашу жизнь и пригласить еще одну, твою подругу. А, а у нее она такая хук сразу, да? Да, в лучшем случае. Ой, хороший вопрос. Ну, смотря какая девушка, не каждой же девушке так прям в лоб скажешь, а не пригласить ли нам твою подружку? Она тебе раз сразу между зубов и такой, может, ты моей подружкой интересуешься больше, чем мной? То есть, этот вопрос можно задать, наверное, не всем и не сразу, не в определенный момент. То есть, надо как-то подготовиться, если уж вам это очень хочется и очень нужно. А хотите вы это попробовать или нет, сначала для себя сами это поймите. Вот, затем протестируйте, согласится ли потенциально могла бы ваша девушка на такое согласиться. И уж потом гробьте свою сексуальную жизнь подобным вопросом в лоб. Дорогая, а не пригласить ли нам? Дорогая, а не послать ли нам? Вот, ну и потом уже услышите от нее все ответы. На самом деле, ну, я бы разделила всех людей по классификации на тех, кто делает это и на тех, кто это не делает. То есть, на тех, кто соглашается на самые разные эксперименты, а для тех, кто не соглашается. Как определить себя, протестировать девушку? Вот, чисто потенциально она согласилась бы принять участие в таком эксперименте. Но на то есть разные методики, без психотерапевта не разберюсь. Например, если девушка подвергалась насилию, изначально до вас практиковала какие-то необычные, странные сексуальные практики. Если она испытывала какие-то в детском или в препубертатном, в начале пубертатном элементы, может быть, проб и ошибок с подружкой, там, с девочкой, даже иногда с сестрой. То тогда, естественно, можно будет подвести ее, если вам это очень нужно, к идее о том, что не пригласить ли нам какую-нибудь девушку для участия. Вот в такого рода эксперименте. Кстати, здесь вы понимаете, что когда вы со своей девушкой хотите пригласить другую девушку, то там будут элементы лесбийских отношений. И если вы хотите склонить свою девушку на секс втроем, то она изначально должна быть как-то чуть-чуть не против отношений, сексуальных отношений с женщинами. Равно как вы понимаете, что если вы в свой кружок приглашаете мужа чину, то вы вместе с вашим другом или с другом вашего друга разделите вашу девушку напополам, так по-братски, поровну, вот как-то так. И, конечно же, в этом будут элементы гомосексуальных отношений. Кстати, вас интересует, почему МСЖМ иногда бывают гомосексуальными? А я отвечу, вот как вы думаете, если два мужчины стараются свои члены запихать в один рот, они безусловно взбудораженными и возбужденными головками как-то касаются друг друга, вы что думаете, они это не чувствуют? Вы что думаете, токовые импульсы никуда не бегут по их истрепанным этим сексом нервам? Конечно, бегут. И в этом реализуется некий такой скрытый гомосексуальный посыл. Ну, я бы не советовала этого не бояться, ни этого не избегать, ни это как-то лечить. Это просто жизнь. Если вы хотите попробовать такие эксперименты, то просто это принимайте. Но понимайте, что это там будет. И прежде чем попробовать с девушкой секс втроем, прежде чем ей предложить попробовать, вы сначала подумайте, какой именно вариант сексуальных отношений вы хотите предложить. Потому что если ЖМЖ будет включать в себя какие-то ласки девушек между собой, а она вообще категорически не может понять, как это и как в этом можно участвовать, то, конечно, она вам откажется. То есть не надо требовать от людей более того, что они могут вам дать. Если она может дать одновременно двоим мужчинам, это еще не значит, что она может дать одновременно женщине. Понимать надо. Так вот, дальше, если вы по расспросам, по рассказам понимаете, что девушка в этих экспериментах могла бы поучаствовать, можно аккуратненько предложить. И получив согласие, можно сначала разработать сценарий какой-то. Ну, как вы видите это будет, как она видит, как она может в этом участвовать. И тогда уже делай раз, делай два, делай три. Но если вы в ответ получаете прям по шапке, ну, то лучше, конечно, не портить отношения с шапкой и лучше сразу, короче, в ЗАГС все. Я смотрю, вы там бьетесь в судорогах, что еще есть какой-то вопрос? Вот есть такое понятие, молочные братья, я слышал. Это как-то связано с этой темой. Конечно, конечно. Вот смотрите, если двое мужчин разделили одну женщину, страдающую молочницей, то они будут... Кто? Молочные братья. Правильно. Если они разделили женщину, страдающую сифилисом, то они будут... Кто? Сифозные братья. Молодой человек, ваш там фонтан с вопросами, он еще жив? Остались ли у вас вопросы по теме, как же все-таки одно влагалище поделить на всех? С одним влагалищем мы собрались. Ага, раз больше вас не интересует никакой вопрос, я бы даже больше сказала, если больше вас не вопрошает никакой интерес, то носем и завершим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!